Всем привет! Давненько я не появлялся в интернете, давненько не делал новое видео, где-то дня 4, по той причине, что семейные праздники. Ребенку исполнился ровно год, поэтому, сами понимаете, не до видео было, с каждым нужно было выпить, послушать анекдот и всякие истории, да и многое другое. Итак, сегодня мы будем обсуждать такие штуковины, как твики. Все мы прекрасно знаем, что в ГНО Линуксе многие скрытые функции включаются через терминал, но мы сегодня не будем заниматься никакими терминалами и многими другими красноглазыми штуками. Мы сегодня обсудим два твикера, два современных твикера. К сожалению, самый лучший, на мой взгляд, твикер скончался. Это был твикер Ubuntu Twig, он так и назывался. Появился еще, наверное, во времена Ubuntu 8.10 или 9.04. Короче, в дремучие те времена, когда еще в качестве графической оболочки Ubuntu был Gnome 2. Еще даже никто не думал ни о Unity, ни о Gnome 3 и многом другом. Так вот, где-то во времена версии 13.04 данный твикер сдох. Есть еще iLurus. iLurus, он такой более простой визуально, но был более функциональным даже, чем Ubuntu Twig. Просто что Ubuntu Twig, он уже даже под конец своего существования, он как-то более под Unity рассчитывался уже. Был неплохой. Многие скрытые функции, которые, к примеру, на эти есть в винде, скрытые функции. И чтобы их включить, нужно включить режим Бога. Появляется такая панель настройки, где вы можете многие эти функции включить, скрытые. Так вот, для этого твикеры, в принципе, в Ubuntu и нужны. Вот. Такие вот дела. Допустим, что можно было первым делом сделать в твикерах. После появления Ubuntu 10.04, где визуально кнопки переместились так, как у macOS 10, ну, типа, они не косят по macOS, просто так надо. Сиди сайлурус, тот же самый, можно было кнопки переместить в другую сторону. Сюда. Привычно, так как в Windows. Да и в других Linux-оболочках. Что же с современными твикерами? Мы сегодня обсудим два довольно крутых твикера. Один, я считаю, нужно вообще оставить по умолчанию в Unity. И облегчить жизнь многим пользователям. А другой твикер уже, чтобы люди качали отдельно. Те люди, которые понимают, для чего это надо, и понимают риск. Первый это UN Settings. Запустим его. Совершенно простой интерфейс. Ничем не перегруженный. Все довольно просто. Все реально простенько. Ну, к примеру, панель запуска. Вот. Главное меню можно настраивать. К примеру, размытие. Можем поставить без размытия. И нажимаем на Dash. И тут совсем никакого размытия нет. Это для людей, у которых совсем слабая видеокарта. Так. Статическое размытие. Так, я его точно выставил, мне кажется. Да, выставил. Ну, оно тут... О, уже видно присутствует. Это для тех, у которых средние видеокарты по мощности. Активное размытие. Это то, что идет в Ubuntu по дефолту. Я вам скажу, что современные видеокарты, в принципе, с вот таким размытием справляются на раз. То есть, без всяких проблем. Вот. У меня 630 урезанная совершенно в хламину видеокарта. Nvidia 630 гиг памяти. Ну, очень слабенько. Допустим, у кого 630 с 2 гигами памяти не урезанная, то там, конечно, покруче. У меня даже кулера нет. У меня просто теплотводик. И, в принципе, она не греется. Далее. Настройка панели. Здесь мы можем настроить непрозрачность для маркодрочеров. Видите, она уже стала такой прозрачненькой. Так. Изменить фон. Почему для маркодрочеров? Потому что само по себе Unity это система, сделанная для одного маркодрочера-космонавта. Того человека, который считает себя Стивом Джобсом в мире Ubuntu. Тот же самый Марк. Фамилию вы и так все знаете. Так вот. С какого-то вообще перепуганного. Здесь все совершенно начинает в похожем. Тот макоэс. Если кто-то не заметил, даже раскладка клавиатуры здесь по умолчанию вин и пробел. Прошу прощения, закажи. Ну. Вот так это смотрится. Видите. Веточки проглядываются в верхней панели. Одно скажу, это немного старомодно. Особенно вот эти выпуклости. Это больше как бы характерно для macOS 10.5. 10.6. Вот. Хотя размытие долго еще. Популярность не потеряет. Потому что в тех же самых последних 10.10.10.11. macOS там же присутствует тоже размытие. Просто интерфейс стал более плоским. Так. Ну, оставим все как есть. Индикаторы. Не будем трогать окна. Так. Глобальное меню здесь. Включить, выключить. Можно включить. Ну, в принципе, эти функции, они и так доступны. Сейчас я вам покажу. Из тех функций, которые я вам уже показал. Что вообще доступны по умолчанию в Ubuntu. Смена тем. Регулировка панели, толщины панели. И тут просто автоматически скрывать панель. Или не скрывать. Чувствительность. Так. И отображать всегда глобал в меню. Или не всегда. Можно также перенести то же самое меню вот сюда. Видите? Так, типа в WinD. То есть в самом окне. Ну, а в Mac, естественно, в любом Mac, все это отображается сверху. Ну, допустим, файловый менеджер. Хотя что-то с этого на Утилуса в 16.04. Еще все это дело присутствовало сверху. А здесь на Утилусе, я даже не знаю, куда вообще настройки окна вообще свалили. Где вообще меню файл здесь находится? Так. Это все настройки, которые по умолчанию. Теперь вы видите, сколько настройок вам предоставляет твикер. Вот настройки рабочего стола. Можно отображать корзины тут. Если вам так удобно. Правда, у нас толщина панели сразу сбросилась. Корзина отображается, домашняя папка, сетевые серверы. Поэтому мы сразу убираем. Если мы уберем вот эту галочку, вообще значки пропадут. Мы не сможем отображать значки, но нам это неудобно. Потому что мы хотим и папки создавать на рабочем столе. Мы много чего хотим. Только она что-то не создалась. Не понял. Создать папку. Раз. Тра-тра-тра. А! Не ту кнопку нажал. Прошу прощения. Сразу ее удаляем. Или просто переносим ее в корзинку. Вот так. Далее shift. Можно менять. Тема GTK. Кнопки со значками. Ну и всякие такие мелочи. Так. Онлайн-поиск. Самозун. Ну, у меня он выключен. Так. Ну, вы видели. Очень простой твикер. Все функции я вам не показал. По мелочику, чтобы переключал. Но, в принципе, угандошить систему вы не сможете. Да, в принципе, в любом твикере не сможете. Просто, что более замудренный твикер может человека вообще вогнать в панику. Ну, вот такой. UN Settings называется. Как установить. Вводите вот это название в Google. Там вам дается Как установить репозиторий. Как обновить список репозиториев. И как инсталлировать программу. В каждом видео рассказывать вам Как инсталлировать программу Под Ubuntu Я считаю ненормальным. Если вы не знаете Как инсталлировать программу Вам нужно начать с форума Какого-нибудь Ubuntu.ru Где вы вычитаете, что такое репозиторий Как устанавливать программу Потому что вы что-то не так сделаете А потом пишите в комментариях Все, Linux говнище Блин, я там, блин, установил Потом начал обновление ставить Мне там ни хрена не поставилось При том, что нужно как экстрасенс какой-нибудь С битвы экстрасенсов Потом узнавать Ну, в шутку сказано Что вы там вообще на хрен делали? Понимаете? Что вы там вообще на хрен делали? Вот недавно читал пару таких комментариев Там, ксубун, то говно, то говно Все вообще говно Начал обновляться После перезагрузки ничего не запустилось Поэтому Как устанавливать Программное обеспечение В другом месте почитаете Там ничего сложного в принципе нет Там Как добавить репозиторий с этой программой Как обновить список Как инсталлировать Зачем это надо? Зачем этот репозиторий? Да зачем? Затем, чтобы вы могли Точнее, чтобы программа могла Обновляться все время Вы получали все время свежие функции Но я бы эту программу включил по умолчанию Сюда Далее переходим к более продвинутому Unity Tweak Tone На самом деле продвинутый На мой взгляд Твигер Куда более продвинутый Здесь вы видите Здесь вы Кое-чего больше можете Регулировать И тут уже можно Понажимать чего лишнего Но здесь всегда есть кнопочка по умолчанию Понимаете? Самое страшное, чтобы не впасть просто в панику А в панику вы можете впасть Реально Ну здесь все то же самое, да? Так, вот эту хрень бы я отключил бы нафиг Не надо мне ни Ubuntu One, ни Amazon Чертям Так, это чтобы мне рекламу не сували Так, это фоновые размытия Видите, размытия нет Опа Размытие есть И тут вы можете по мелочи, по пунктам Все это дело Сделать Так, это у нас прозрачность Панели Это прозрачность верхней панели Ну, скажу, что этот твикер Он гораздо более функциональнее Чем предыдущий Сейчас вам покажу супер Функцию После которой мака дрочера Сейчас просто достану кое-что из штанового И начнут тут дико передергивать Вы не об этом подумали? Я ручки сказал, шариковые И так Это не эта функция, это просто скрывать Вот она Вот она, эта функция Смотрите Теперь вылитая macOS Просто вылитая macOS Давайте запустим любую просто программку Не, не, давайте мы еще поменяем цвет темы Но я уже по привычке зайду изменить фон Давайте так сделаем И давайте мы сделаем тему Вот эту белую Все, теперь дикие больные хакинтошники Бросают все это дело И бегут Ну, блин, я не знаю Тут как-то некрасиво в этой теме Смотрится Поставим как есть Короче, хакинтошники Бросают все это дело Бегут ставить Ubuntu Вот так это все смотрится Панель мы можем уменьшить Со значками Ну, единственное, что нельзя сделать Чтобы значки были по середине Пока нельзя Я думаю, что эти все функции Появятся чаще всего Будут появляться в твикер Ну, можно сказать, очень смотрится Реально очень смотрится Тут у нас и глобал меню Все просто вообще Выглядит, конечно, круто Все благодаря этой программе Ну, как только вам надоест это все дело Вы нажимаете по умолчанию Что, я правильно сделаю? Секунду Вроде бы по умолчанию Жмешь и все Ага, все Видите? Конечно, не все тут функции поменялись Но Нажали по умолчанию И все сбросилось Вот вам и твикеры Ну, ни в коем случае Нельзя называть твикером Как бы Системой оптимизации Никакой это не относится Для того, чтобы оптимизировать Ubuntu Вам нужно залезть на Ubuntu Там куча всяких способов Ну Анимацию можете вырубить Ну, можете прозрачность уменьшить Вот что можно сделать То, что это серьезно оптимизировать Вы не оптимизируете Многие штуковины Например, вот такую анимацию Вы можете выключить с помощью программы Программы Компис Сайтингс Как-то так она Конфиг называется Вроде бы Вы ее устанавливаете И можете там вообще полностью Всю нахрен анимацию отключить До безобразия Вплоть до того, что даже какие-то тени Вот такие вот Поубирать Потому что В отличии от Gnome 3 Ubuntu Использует В качестве Конного менеджера Компис Я могу сказать Что Компис Этот работает Немножко лучше И побыстрее Чем интерфейс Который используется В Gnome 3 Последний раз Я помню Там был Мутер Так он назывался За это время Там куча Конных менеджеров Поменялась Если не ошибаюсь Чертовы знают Что они даже сейчас Там используют Вот такие дела Надеюсь Данный твикер Вам поможет Он больше полезен Конечно Для Именно Unity Ubuntu Для Ксубунту Кубунту К сожалению Нет Для примера Ксубунту Кубунту Изначально Все там набито Настройками Вы можете Все сделать Пшик и блеск Вот Ну С Ubuntu Там GXVSA Или Openbox Придется Ручками 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 Читать Конфиги Какие-то И С этим делом Всем заниматься На этом Все Спасибо за внимание Всего хорошего Всем Прекрасных Выходных